Привет всем, добро пожаловать на обзор Lada Priora в кузове Hatchback 2010 года выпуска Мой обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру и дальнейшему осмотру автомобиля Ну что ж, начнем Продолжение следует... Включим габаритные огни, противотуманки Аварийная сигнализация Под капотом 16-ти клапанный двигатель 1.6, 98 лошадиных сил Аварийная сигнализация Аварийная сигнализация Продолжение следует... Заводские 14-дюймовые диски размером 175 на 65 с шинами КАМА-ЕВРО Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обивка дверей гобеленовая Динамики Уже с заводской комплектацией идут Двухцветный интерьер Электропакет включает в себя электрорегулировку зеркал Левая и правая Электростеклоподъемники Передние Для пассажира и водителя Также центральный замок Регулировки всевозможные Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часы Задний подогрев стекол Опционально для аудиосистемы разъем Климат-контроль С различными зонами Пятиступенчатая механическая коробка передач Очень мягко ложится И переключается Ручной тормоз Так называемый прикуриватель Который также может служить Непосредственно разъем для различных устройств Для подключаемых Небольшой подлокотник В котором нет, к сожалению, ни USB Ни джека В общем, никакого устройства сюда Невозможно будет подсоединить Кроме как с данным разъемом Данная кнопочка открывает Заднюю крышку багажника Вот, пожалуйста, она открылась Подсветка Ящичек для очков КОНЕЦ 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 Ручная регулировка стекол. Нету, к сожалению, подлокотника, небольшая пепельница. Очень высоко открываемая крышка багажника. Динамики. Внизу полноразмерная запаска. Также комплект инструментов прилагаемых. Нам крат. Ключик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Передние стеклопотъемники. Перчаточный ящик. Можно сказать, довольно-таки глубокий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, на этом мой обзор Lada Priora 2010 года выпуска закончен. Я надеюсь, вам понравилось, так как качество видео было HD 720. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока!